Всем здравствуйте! Это первая часть обзора цветущих орхидей. И хочу начать с вот этой крупной белой орхидеи, которая цветила двумя цветами на ответвление от старого цветоноса. И это новый цветонос. Каждый цветок имеет размер 13 см. У кадра она тяжело влазит. Очень красивая орхидея. Она переливается. Ну, я думаю, главное ее достоинство, что она так аккуратненько раскладывает свои цветы, ну, конечно, ее размер. Цветоноса своя она доращивает, ну, а затем пробуждает пучки. И несмотря на то, что цветы у нее не восковые, держит она их долго. Эта ароматная орхидея называется Милая Холили. Вспышка ее, конечно, высветляет. У нее тоже есть способность к доращиванию цветоносов. Ну, вот сейчас она дорастила здесь один бутончик, а здесь, кажется, один, да. Ну, потом она пробудит спящие почки и снова зацветет. Держит цветочки долго и пахнет практически целый день. Ну, так, чуть больше, чуть меньше. Очень приятный запах у меня. Это орхидея Дикий кот номер 2. Номер 1 я покажу в следующем выпуске, потому что эта орхидея находится в другой комнате. Это старый цветонос, на котором она дорастила цветочки. Причем это дорастило второй раз. Два бутончика. Это доращивала перед этим. Ну, вот новый цветонос. И видно, что она будет доращивать снова. Вы знаете, что эта орхидея цветет долго, держит свои цветы долго. В общем, такая темная красавица. Кто еще цветет долго и очень мне этим нравится, это орхидея Виктория. Сейчас она цветет на 3 цветочка из ответвления, из старого цветоноса. И цветы у нее мельче, чем были в предыдущем цветении. Но они все равно крупные, они больше 10 сантиметров. Предыдущие были 14. Цветы она держит долго. Не стала я разворачивать каменную розу. Она так повернулась, что со всех сторон можно ее посмотреть. И с лицевой стороны, и с изнаночной. Очень плотный цветок, кожистый. Камера тоже ее высветает. Она намного темнее. Эти бутончики она уже доращивает. Причем доращивать она будет как минимум 3 раза. Свой цветонос. И вот тут еще от этого цветоноса. Вот такое ответвение. Хороший сорт. Цветет долго. Этой красавицы сплошные комплименты. Это орхидея лотери принц. У нее еще 3 названия есть. Я их подпишу. Что мне нравится, что вы видите, это одно растение, но насколько разные цветочки. Она постоянно доращивает свои цветоносы. И здесь, и здесь. Тоже как минимум 3 раза доращивает. Дорастит бутончики, раскроет их. Следующий доращивает. Долго держит цветы. И я смотрю, что из старого цветоноса решила пробудиться вот эта почка. А здесь цветет вот этот новый цветонос. А это из старого цветоноса вот почечка. Обожаю орхидею бомонд. Несмотря на то, что лепесточки у нее тонкие, она долго держит цветы. Вот эти цветочки, это две пробудившиеся почки из старого цветоноса. Вот он там обрезан. И выхустел из двух боковых почек. Два цветоносика и вот такая красота. Очень красивая губа вся в крабушках. Лепесточки в крабушках. Красивый цветочек. Это красавица Моншин. Уже не будем мочить язык с произношением. Но уже все так называют Моншин. Пусть она так и называется. Обожаю ее за длинные цветоносы, за крупные цветы и постоянное доращивание. Своих веточек. Красивый сорт. Это орхидея Миндуса. С красным язычком. Очень плотными цветами. Цветы она держит долго. Как видите, тоже доращивает свои веточки. Все. У нее очень красивые переходы цвета. Она вся сахарная. Переливается. Очень рекомендую этот сорт. Не знаю. Не вижу я такие орхидеи в продаже. Но если увидите, обязательно купите. Долгое цветение у нее очень. Ну, это будет видно по обзору. Хотела показать, что у меня Штумбергер отцвела. Ну, вставлю фотографии, потому что отцвела уже и розовая, а вот и желтая. И отдельно в этой комнате еще такая розовая орхидейка. Так как я ее во время роста цветоноса пересаживала. Ну, вот цветочки есть. Их достаточно много, но они не такие крупные, как обычно. Вот она вроде бы обычная, розовая. Посмотрите, какая красивая серединка. Можно утонуть в ней, разглядывая эти крапушки. Ну, она получается сиреневая. На самом деле она розовая. Не знаю, не получается ее цвет передать. И так, и так. Кручу камеру, но не улавливаю этот розовый цвет. Ну, вот может быть крайний правый цветочек, вот как-то ближе. Вообще непонятно, откуда эта сиреневая берется. Ой, а так она вообще на себя не похожа. На этом я сегодняшнее видео заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...